Это шедевр. Добрый вечер. Ай, вечер, добрый вам. Меня Алексей зовут, я из Новосибирска. А меня зовут Александр, город Харьков. Очень приятно, о чем здесь беседуете? Это от вас зависит. Хотелось бы о чем-то интересном поговорить, Алексей. Ну, давайте попробуем. Может быть, у вас какие-то вопросы есть? У меня нет. Может быть, вы предложите или вопросы интересные, или те быть. Вы знаете, я могу предложить, но, может быть, немножко уже устаревшее, потому что новость неактуальна. Но мне интересно ваше мнение. Вот тут недавно был применен Байрактар комплекс. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, вот меня удивляет, что россияне, ну, точнее, не удивляет, а как бы интересным моментом является здесь то, как россияне относятся к применению Байрактара. Почему? Потому что раньше россияне всегда говорили, высказывали свою озабоченность в том смысле, что в результате боевых действий погибают мирные жители, женщины, дети, старики. И вот сейчас, когда произошло применение высокоточного вооружения, россияне стали возмущаться, что что вы делаете, теперь будет же тяжело спрятать среди мирного населения танк, или гаубицу, или ваш град, или еще какую-то боевую технику. То есть теперь не будут погибать мирные жители, и вам это очень не нравится. Потому что вся стратегия введения вами боевых действий основана на использовании мирного населения. Сейчас как бы произошел перелом в этой войне, то есть применение высокоточного оружия уменьшает риск для мирного населения. Мне вам это очень не нравится. Могу я ответить? Ну, конечно. Скажем так, тут у вас сразу несколько неточностей допущено. Во-первых, вы говорите нам. Ну, россиянам. Да, россиянам. То есть все-таки Россия с Украиной не воюет. А почему тогда вы так возмущаетесь применению высокоточного оружия? Подождите, я не возмущался. Я спросил ваше мнение на этот счет. Все россияне, с которыми я общался... Я не знаю, как все. Я понял. То есть вы приветствуете применение высокоточного оружия? Я спросил ваше мнение на этот счет. Я понял. Я сказал, что мое мнение на этот счет такое, что я вижу, как в этом случае проявляют себя россияне, вы и ваши соотечественники, ваши политики, ваши руководители, ваши идеологи. Хорошо. Это плохо на самом деле. Очень плохо. Скажу. Я, скажем так, смотрю с той точки зрения, что в принципе любая смерть – это плохо. Очень плохо. И с тем, чтобы не было смертей, скажем так, был заключен комплекс минских соглашений. И вот на данный момент понятно, что появление этих бесприводников и их применение, оно ведет к усилению... Способствует выполнению минских соглашений. Нет, абсолютно не способствует. Но подождите, но уничтожение гаубицы, которая нарушала минские соглашения... Она не нарушала. А кто вам сказал, что она не нарушала? А кто вам сказал, что она нарушала? Это очень... У меня, скажем так, гораздо более веские аргументы, чем у вас. Дальность применения вот этой планирующей бомбы беспилотником Байрактар максимальная в зависимости от типа 8, максимум 10 километров. Байрактар по официальным сообщениям, которые в армии не опровергаются, не пересекал линию разграничения. То есть эта пушка находилась, ну, где-то 8, 10, ну, максимум 12 километров. Дальность стрельбы этой гаубицы выше. Поэтому эта гаубица нарушала минские соглашения. Более того, эта гаубица вела огонь, в результате которого погиб военнослужащий 93-й бригады «Холодный Яр». А, до 14 километров. До 14 километров это что? Байрактар. Ну, в зависимости от типа боеприпаса, там он более легкий. Легкий типа боеприпаса? Поэтому мы выяснили с вами, какая дальность стрельбы гаубицы Д-30. Не знаю. А, вот если вы не знаете, но вы же и не, так сказать, не пилот Байрактара, правильно? Не оператор Байрактара. Да, я просто сейчас посмотрю. Ну, это легко посмотреть. Это орудие нарушало минские соглашения потому, что оно вело огонь по позициям 93-й бригады. Значит, оно нарушало минские соглашения. Оно должно было быть отведено на дистанцию, которая делает невозможным введение. Слушайте, ну, наверное, километров 18-то точно есть, да? У Д-30. Вы не знаете? Ну, подскажите, я просто не в курсе. Ну, вы же так легко загуглили и посмотрели дальность. Ну, я сейчас загуглю. Может быть, да нет. Короче говоря, давайте подведем. Мы можем очень долго тут размазывать эту кашу по стекловате. Это орудие вело огонь по позиции 93-й бригады. Вот. Был запрос в СММ ОБСЕ на прекращение огня. То есть не просто так взяли и ударили по этому орудию, а был запрос на режим тишины. То есть в ОБСЕ пошла информация, что мы требуем, чтобы противник, чтобы эта батарея гаубиц прекратила огонь. Вот. Никакой реакции не было. После этого был применен беспилотник. Но вы же понимаете, скажем так, что с применением беспилотника вот этого конфликта выходит немножко на новый уровень. Я согласен с вами. Вы не сможете больше прятать свое вооружение и технику за мирными жителями. Именно поэтому вы так и протестуете против применения байрактара. Вы не протестуете против применения байрактара. Нет, вы не надо говорить вы, да? То есть мы сейчас с вами разговариваем, да? Ну вы же протестуете против применения байрактара. Я не протестую. Так я же говорю, если вы не одобряете применение байрактара, то этим самым вы показываете, что Российская Федерация ведет эти боевые действия при помощи убийств мирного населения и применения высокоточного оружия. Я, подождите, я не договорил. Вы очень много говорите. Уберете мне сказать. Я вам сейчас дам сказать. Дайте я договорю и дам вам сказать. И этим самым вы показываете, что вы заинтересованы в убийстве женщин и детей. Это же очевидно. Нет, вы вот прям ложное утверждение на ложное утверждение громоздите, да? Вы уже, мы уже, подождите, перебью вас одну секундочку. Опять перебью. Опять перебью. Обратите внимание, что мы уже с вами выяснили, что гаубица Д-30 нарушала соглашение. За что и поплатилась. Ровно точно так же, как нарушал байрактар. Что? Ровно точно так же, как нарушал байрактар. Так вы же не путаете причину и следствие. У вас разрыв причинно-следственных связей. Я не путаю. Был запрос в ОБСЕ на прекращение огня. И после того, как он был проигнорирован, был применен байрактар. Я не знаю, что это было за что-то ничего. Это легко проверить, потому что это же официальный запрос был. Нет, хорошо. Он же остался в ОБСЕ. Без проблем. Вот, скажем так, по съемкам видно, естественно, видно хорошо, что на позициях этих гаубиц ни о каком мирном населении речи не шло. То есть, никто ни за кого не прятался, правильно? В данном конкретном случае, да. Да, да. То есть, вы уже набрали. Но гаубицы стояли... Нет, нет, нет. Гаубицы стояли совершенно открыто. Они не ждали вот этого вот наглого и вероломного нападения. Я с вами полностью согласен. Ровно точно так же следует признать факт применения, скажем так, запрещенного оружия обеими сторонами конфликта. То есть, Украина точно так же использует и гаубицы, и минометы, да. То есть, для ведения огня по там ЛДНР, да. Никакого ЛДНР не существует. А по кому вы стреляете? По оккупантам, коллаборантам, предателям, тем, кто взял в руки оружие и воюет против нас. Подождите. По вашим их там нетам. А вы протестуете против того, что высокоточное оружие... Хорошо, ладно. ...не позволит вам прятать вооружение, закрываться, как Путин учил за спинами женщин и детей. Путин такого не учил. Учил, учил. Никогда. За спинами женщин и детей, сказал он, будем мы стоять. Пусть только попробуют, сказал он, стрелять в женщин и детей. Это было до эпохи Байрактара. Да. Вы вырвали фразу из контекста. Это нормально. То есть, но суть-то в чем... А какой контекст был этой фразы? Нет, давайте мы вернемся к Байрактарам, хорошо? А то мы что-то сильно в сторону уходим. Вы же понимаете, что применение данного комплекса, оно, скажем так, ведет к усилению конфликта, а не к его затуханию. Да, у вас действительно очень большое, скажем так, волнение по этому поводу. Вам непонятно теперь, как вести эти боевые действия. Да, все понятно. Все понятно. Вы же понимаете, что республики, которые вы не признаете, их Россия поддерживает. И вы тоже не признаете. А Российская Федерация не признает. Мы действительно признаем. Это все фигня. Это бла-бла-бла. Вы не признаете их. Я говорю, пусть мы так. И, соответственно, сейчас у этих республик, вами не признанных, да, то есть... И вами не признанных. И нами не признанных, да. Появятся комплексы противодействия этим Байрактарам. Вы знаете, они уже появились на телевидении. Нет, я говорю... Они уже появились, показали же комплекс. Они пообещали, что они будут сбивать. Почему вы меня перебиваете? Я не договорил. Я вас слушаю. Почему вы перебиваете? Я не понимаю. Так, а чего вы так волнуетесь, если появятся комплексы рэп? Так мне не нравится, что... Действия бывают разные. Можно я договорю все-таки? Я вас не перебиваю. Ну, договорите, договорите. Да. И, соответственно, применение комплекса Байрактар с вашей стороны, да, то есть, если оно продолжится, оно приведет к увеличению количества жертв с обеих сторон. Вы это понимаете? А как это... Ведь если вы собьете Байрактар, то при этом же никто не пострадает. Зачем сбивать Байрактар? А что вы будете делать? Вдруг в пункт управления Байрактаром что-то прилетит. Но он же ведь находится на значительном расстоянии. Да. И? Ну, оно всякое летает в небе. Всякое летает в небе. Так, может быть, оно тогда прилетит в центр, я не знаю, оккупационных вот этих ваших сил? Куда? Ну, например, там, я не знаю, где они размещены. Не знаю. Вот не знаете, а, так сказать, я полагаю, что даже на открытых спутниковых снимках это можно легко идентифицировать. Ну, расскажите, расскажите, куда прилетит. Ну, вы говорите, в пункт управления Байрактаром. Байрактаром. А я говорю, что что-то прилетит в, так сказать, штаб оккупационных сил. Например, подождите, я же говорю, зачем вы меня опять перебиваете? Например, в штаб командования первого армейского корпуса вашего. Или второго, или в оба сразу. Не долетит. Не долетит? А я думаю, что это у вас не долетит. Ну, хорошо. Это ни о чем, понимаете? Я понимаю. Но вы же понимаете, что возможности, то есть, так как непризнанные вами республики поддерживают Россию. И вами непризнанные. И нами непризнанные, да. Никем непризнанные республики. Ну, кем-то признанные, неважно. Ну, что такое? Это смешно. Продолжайте, продолжайте. Да, да, да. Тоже непризнанными какими-то новообразованиями. Давайте посмотрим. Да, ладно, закопаемся, времени нет. Вот. То есть, но возможности России, они намного выше, чем возможности Украины. Вы с этим согласны? Так Россия же слабое и подлое государство. Россия сильное государство. Но Россия же может нападать только тогда, когда мы не ожидаем этого нападения. Нет. А можете привести пример, когда бы вы на нас нападали, когда бы мы ожидали этого нападения? Вы не сможете... А, вы на нас не нападали. Вы же хотите это сделать. Нет, зачем? А, вы не будете на нас нападать? Нет, конечно. А что вы будете делать? Республики мы будем поддерживать. А, республики вы будете поддерживать. Чтобы дальше шли боевые действия, чтобы умирали старики, женщины, дети. Нет, чтобы вы не захватили эти республики. Чтобы мы не захватили... А как мы можем захватить то, что ваша страна официально признает территорию Украины? Это территория Украины? Конечно. У вас идет гражданская война. Которую, да, граждане Украины против граждан России. Против граждан Украины? России, России. Нет. Ну, уже России, потому что там, да... Ну, ладно, это можно долго бла-бла-бла тут говорить. А подведем итог, что вы ведете эту войну, прячась за спинами женщины и детей, как Путин учил. И именно поэтому применение Байрактара так вас взволновало. Обратите внимание, за несколько дней до атаки на эту гаубицу были уничтожены три ваших офицера и солдат-водитель. Они были уничтожены. Они были уничтожены. Есть фото и видеосъемка. Ссылочку можно? Ссылочку можно. Зайдите на канал Рой ТВ. Это ваш канал. И Гиркин Стрелков рассказывает... Ваш Гиркин Стрелков, москвич. Рассказывает об этом и показывает видео, и рассказывает, как украинская сторона выложила видео с беспилотника уничтожения трех ваших офицеров и водителя. И об этом вы даже рот не раскрываете. А атака на какую-то несчастную гаубицу, когда никто не погиб, только там были или контузии, или они отделались, скажем так, или контузиями, или вот испугались, потому что страшно стало. Контузии и ранения. Так вот, на это вы реагируете. Потому что меняются условия ведения войны, вам сложнее будет вести войну, прячась за спинами женщин и детей. Вы ошибаетесь в том, что мы... Я совершенно четко вижу эту ситуацию. И вы, когда со мной спорите, вы только себя еще лучше раскрываете. Вас не интересует. То есть, вас взволновало уничтожение высокоточной гаубицы? Почему вы говорите, меня взволновало? Ну, подождите, это же вы, вы, вы так... А, вас не взволновало вообще? А почему в ваших СМИ такое бурление? Я не знаю, почему в нашей... Потому что вы начинаете вот просто перекручивать все, да? Почему? Я говорю правду. Вы говорите ложь. Я говорю правду. Что вас не волнует. Во-первых... Ваш президент не поднял этот вопрос на заседании. Ваши СМИ вообще замолчали уничтожение трех офицеров и солдата. А вот высокоточное применение высокоточного оружия вызвало у вас такую реакцию. И вы задали этот вопрос не про трех ваших офицеров и солдата, а именно про вашу гаубицу. Вы в этом уже обманываете. Это не наши, да? Это республики. Понимаете? Республики? Россия там не воюет. А, то есть если ваш военнослужащий приехал на Донбасс, ваша страна ему напечатала поддельные документы, то это уже вы считаете какие-то... А, так мы же их там и называем, их там нет. Стоп, стоп, стоп. И мы же так их называем, их там нет. Да, да. Наши военнослужащие есть в Крыму. Да? Вы это знаете. А до этого Путин говорил, что их там нету. А до захвата Крыма, в момент захвата Крыма, Путин лгал, что их там нет. Если бы... А вот сейчас, когда он дал разрешение, признал существование ваших военнослужащих в Крыму, то вы и можете об этом говорить. А на Донбассе... Нет, не всегда это манипуляция. Это манипуляция ваша. Они были в Севастополе, а в Симферополе ваших военнослужащих не было. Зачем вы лжете и манипулируете? В Крыму наши военнослужащие были всегда. Это не в Крыму, а в Севастополе были. На базе, совершенно в определенном месте. Вот смотрите. Поэтому вы манипулируете и лжете. Я вас переключу, потому что это бесполезно. Вы дослушайте меня. Вы дослушайте меня. Давайте я дослушаю. Да? Наши военнослужащие есть в Крыму. В Крыму есть российская армия. Потому что вы это... А почему Путин лгал, что... Вы дальше будете лгать и манипулировать? Манипулируете вы сейчас. Почему? Я правду говорю, что Путин лгал, что в Крыму это не российские военнослужащие. Вы никогда не нападете, именно потому что там есть российская армия. Это сейчас вам разрешили об этом говорить. А раньше, когда Путин лгал, что это не российские военнослужащие, что не российские военнослужащие, вот когда вам разрешили об этом говорить, вы теперь об этом говорите. Да вы никогда не сунетесь вообще. После Донбасса обязательно будет освобождение Крыма. Да не будет ничего. Ну, это вы можете помечтать. Зачем Путин лгал, что это не российские военнослужащие, а форму можно купить в любом супермаркете? Путин никогда такого не говорил. Вы лжете, надо вас переключать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!